Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серии на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мы унились из Кирюха Полканов, не забывайте вводить по ним в регистрации. Также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. В этом видео я вам покажу новую свою покупку, эта машина получается. И к машине я еще купил очень пиздатые номера, поэтому советую всем посмотреть серию от начала до конца. Также, когда вы смотрите эту серию, я нахожусь, получается, в деревне. Если вы хотите видеть фоточки, сторисы, стримы, то подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на инстаграм есть в описании под видео. Вот реально просто возьмите, подпишитесь, если вдруг вы не подписаны. И вы реально не пожалеете, потому что туда я выкладываю самую свежую информацию. И вы узнаете, когда я приеду, что я делаю, чем я занимаюсь. Поэтому возьмите, подпишитесь, ссылка есть в описании под видео. Ну а я вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Пацаны, я, короче, решил себе купить машинку. Вот такая вот замечательная Audi RS7. Что меня зацепило, то, что здесь есть лаунч-контроль. Я себе давно хотел такую машину, и номера здесь прикольные. Sun 3 шестерки. Продуктанную за 4 миллиона 500. Скорее всего, это дорого, но я бы хотел себе купить. Пробег у нее 3000, да? 4,5 миллиона, пацаны, стоит данный автомобиль. У меня есть 6 лямов, и почему бы мне его не купить? Потому что тачка реально прикольная на лаунч-контроле, поэтому давайте ее купим, я думаю. Бля, тачка с лаунч-контролем, пацаны. Просто, ну, я именно искал машину с лаунч-контролем. Я видел когда-то то, что эту машину продавали. Но у меня тогда не было денег, понимаете? Так, не тросик есть на ней, это хорошо. Максималка у нее 216. Максималка, конечно, неплохая. Точнее, не большая, но именно едет, я думаю, она хорошо. Блядь, ну шо он делает просто? Ну шо он делает? Я не понимаю. Шо он просто делает? Поехали, я думаю, перекрасим, пацаны. Потому что в белом цвете она мне не особо нравится. Давайте ее, наверное, в черный покрасим. Будет вообще пушка. Вот это, пацаны, вообще другая тема. Черная машина много лучше смотрится, чем белая. И теперь у нас хотя бы вот этот лаунч-контроль выделяется. Ну реально, пацаны, мне очень нравится РС-ка. Я, конечно, хотел бы РС-6 с лаунч-контролем, но, мне кажется, таких даже на серваке нету. Если у кого-то есть, то напишите мне. Можно было бы поменяться, как бы, я вам РС-7, а вы мне РС-6 с лаунч-контролем. Было бы круто. Но я искал именно тачку с лаунч-контролем, и я эту машину реально видел. Я ее видел несколько дней назад. И я хотел ее купить, но у меня не было денег. Но вот, как бы, я в казнике поднялся, вы видели серию, и я вот смог себе купить ее, эту красавицу. Давайте за этим посмотрим, может, диски на нее можно поставить. Я бы, на самом деле, хамоны бы сюда въебал бы, черные. Только, чтобы они были нормального размера. А, диски сюда нельзя поставить, винилы, да? Не, ну винил сюда ставить не вижу смысла вообще никакого просто. Нет, винил мы ставить не будем, потому что он здесь не нужен, пацаны. Он здесь не нужен, просто пусть будет черная машина вот такая вот, и все. Я бы, знаете, что еще сделал? Я бы сюда номера другие купил. Ну что ж, пацаны, как видели, я купил номера за 900 тысяч. Номера просто пиздатые, пацаны. Восьмерочки, просто мои любимые восьмерочки. Я так доволен. Я не мог 2 часа номера найти, и в итоге нашел охуенные номера. Да, это не фулблат, но это полублат с восьмерочками, пацаны. ЕЕО 3 восьмерки, блять, охуенно просто. Теперь давайте проверим ее летательные способности, потому что именно для этого она была куплена, чтобы на ней вдебывать. Ну, конечно, такое себе, не сильно. Ну, конечно, да, лампа помощнее будет. Но зачем я купил именно Ауди? Просто она мне нравится внешне, это во-первых. Во-вторых, она четырехместная, то есть я смогу с вами на стримах, допустим, на ней кататься, летать там и так далее. А лампа у меня с лаунч-контролем, она двухместная. А вот Ауди, она более практичная, да, она не так сильно ебашит, я с этим не спорю, как бы. Но сейчас нейтросик подрую, может, пободрее будет. Вот, допустим, опа. Ох, ебать, она выебалась конкретно. Не, ну вы поняли, что с нейтросиком она нормально так валит. Если есть нейтр, то она хорошо едет. Вот, включаем. Опа, полетела просто. Не, ну нормально, пацаны. Капоты немножко отлетают, а так в целом все хорошо. Не, ну я, честно, доволен покупкой, потому что, ну, четырехместная тачка с лаунч-контролем на пиздатых номерах. Я считаю, пацаны, это успех данной серии, потому что тачка реально прикольная. Тачка реально прикольная, а пацан немножко охуел. Давай, еще раз меня подрежь. Давай, давай, родной. Не, не хочешь подрезать, передумал пацанчик. Понял, наверное, то, что я администратор и передумал меня подрезать. Ну ладно, хорошо, что он это осознал. Блин, ну мне нравится, пацаны. Я, конечно, больше люблю Audi RS6, но RS6 с лаунч-контролем, честно, я даже ни разу не видел на центральном округе. Возможно, она есть, но я ее не видел. Но если вдруг у кого-то есть Audi RS6 с лаунч-контролем, пацаны, пишите мне, поменяемся, если вы хотите. Потому что я хочу на RS6, но RS6 не было, поэтому я взял RS7. Но она тоже пиздата выглядит, диски красивые. Смотрите, какая теперь, пацаны, красота. Две тачки на лаунч-контроле и на красивых номерах. ЕЕО-3 восьмерочки, и здесь тоже номера восьмерочки, только ОК-3 восьмерочки. Бля, я просто, пацаны, реально доволен. У меня тачки были много дороже, но, блин, вроде эти тачки, да, тоже дорогие, особенно Ламбо. Ламбо стоит там где-то лямов 50, Audi стоит 4,5, я купил, плюс номера 900 тысяч, но мне она обошлась в 5500, грубо говоря. Но, блядь, я такой просто доволен, то, что, ну, у меня здесь есть номера восьмерочки. Пацаны, у кого есть подобные номера, только, ну, чтобы реально подобные были. Или, допустим, ООА-3 восьмерки там, то предлагайте мне, если будут деньги, я заберу. Вот, наподобие вот таких вот номеров, что-то мне предлагаете, как бы, ВКонтакте можете писать. Если у меня будут деньги и машины, я, пацаны, заберу номера, потому что я хочу собрать свою коллекцию. Да, конечно, хотелось бы в фуллбат, но на родине в фуллбат найти это очень сложно. Я один раз видел то, что продавали номера 3О-3 восьмерки, но я не знаю, за сколько их продавали, но мне кажется, где-то лямов 10 точно, это минимум. Хотелось бы, конечно, да, собрать коллекцию фуллбатов, но пока что это невозможно. Надеюсь, тоже, когда выйдет глобалка, уже добавят донат, через который можно будет покупать блат номера, либо какую-то новую систему номеров сделают и будут заебись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok